Добрый день, это программа Мимо НОД в студии София Корзова и, наконец-то, Евгений Додорев. Добрый день. Добрый день. У нас в гостях сегодня Илья Смирнов. Здравствуйте, Илья. Добрый день. Илья – публицист, журналист, культовый журналист и публицист. Правильно, да, всегда. Да, да, да. Это мы уточняем, автор различных книг, «Время колокольчиков», «Жизнь и смерть русского рока» и много-много ещё всего. Столько про вас написано в Википедии и везде. И самое главное, как мы узнали с Евгением Юрьевичем буквально перед эфиром, автор термина «либерастия». Да, мы узнали, прочитали в Википедии. Да, да, да. Кстати, когда вы писали книгу «либерастия», вы понимаете, понимали ли вы тогда, что вы себя обрекаете на… Место в истории. Нет, на части безработицу, потому что в медийке, в которой мы с вами работаем, там не только ключевые, но практически все посты занимают люди, которых вы называете «либерастами». То есть вы себе отцепли потенциальную возможность для карьерного роста. Там даже хуже получилось, потому что я же её так и не смог нигде опубликовать. Она в интернете опубликовала? Она только в интернете, в очень большом количестве экземпляров, я думаю, в большем количестве, чем я смог бы её напечатать в типографии. Но столкнулся с такой ситуацией, ну как у Островского, мудреца, на которого довольно простоты, что каждый очень смеялся, пока не доходил до своей главы, каждого из потенциальных издателей. Ну, то есть коммунисты до того момента, что там про Сталина написано, патриоты до того момента, что там, скажем, про уважаемого профессора Лосева написано, ну и так далее. Но про натуральных либерастов уже не говорю. Так вот, я и говорю, что очень сложно вообще быть над схваткой. То есть вообще, если ты не занимаешь какую-то определенную сторону, не примыкаешь к какому-то определенному лагерю, то ты на самом деле не рукопожат везде, получается. Вот это осознанная позиция или это так сложилось в вашей биографии, что вы оказались таким диссидентом по жизни, диссидентом для каждой страты? Так осознанно сложилось. Не жалеть? А чего жалеть? Я смотрю на своих приятелей, из которых некоторые сделали колоссальную карьеру. Например? Ну, скажем, моим хорошим знакомцем во времена еще анархо-коммунистической юности, еще дорог музыки, был, скажем, Валя Юмашев. Он участвовал в такой организации полуподпольной под названием Камбрик. И вот наша организация еще более полуподпольная, то есть скорее подпольная. С ними сотрудничала, ну так, отчасти дружила, отчасти спорила о правильном понимании Карла Маркса. Ну хорошо, а вы не можете обратиться к тому же Юмашеву, чтобы он какой-нибудь, ну не знаю, полмиллиарда или миллиард какой-нибудь, отписал на какой-нибудь фонд? Нет, нет, ну зачем? Зачем? Это какое-то нарушение кармы. А, вот так вы считаете? Тем более, что он вряд ли будет меня сильно любить в свете всего, что произошло. А почему не будет? Потому что вы считаете, что он относится как раз к категории либерастов, то есть людей, которых вы окрестили этим термином? Как вы его считаете? Ну, у меня окружение Ельцина вообще вызывает ощущение некоторого ужаса, да. Хотя я, конечно, служу со стороны, но люди, которые... А что вы понимаете, по окружению Ельцина? Это все-таки почти весь эстаблишмент нынешний в той или иной степени. Ну, некоторые люди вроде бы как-то это преодолели, хотя бы... Путин преодолел кто? Ну, Владимир Владимирович, например. Путин преодолел? По целому ряду позиций, да. А иначе бы его так не ненавидели. А какой инструмент преодоления? Возведение Ельцин-центра, отписывание немеренных грантов Дьяченко, вот эти инструменты преодоления? Ну, я думаю, что народ так отреагировал на Крым не случайно. И это было и остается маркером. Не случайно это произошло. Вот Крым упомянули, до этого упомянули рок-тусовку. Я знаю, что вы занимались организацией концертов Андрея Владимировича Макаревича во время ООНа. Вот я с ним разговаривал по вопросам Крыма. Он считает, что там был проведен референдум под домами автоматов, там, бла-бла-бла, вот это всякое, как бы, вот это вот все, как принято говорить. Вы можете, допустим, вступить в коммуникацию с Андреем Владимировичем Макаревичем сейчас? С Андреем Владимировичем у меня коммуникация и в те годы была небольшая, потому что мы с ним вот один раз встретились в МИФе, я помню, еще какой-то концерт был, а после этого он ушел на службу в Росконцерт, то есть стал нормальным филармоническим эстрадным музыкантом. Это плохо? Тогда это было не очень хорошо. Он сменил статус подпольного музыканта? Ну, потому что если человек говорит, что он поэт, и при этом заменяет слово «бог» на какое-нибудь более созвучное, на тот момент преоспорствующие идеологии, ну, пока не жаль огня и судьба хранит меня. Ну, я не думаю, что это очень хорошо, и я не думаю вообще, что филармоническая система в своем издыхающем виде, так как она, тот, который она имела в 80-е годы, он же после Тбилисского фестиваля машина времени пошла, так сказать, на верх, официально анализировалась. Нет, аквариум никогда не был филармонической группой. Аквариум можно упрекнуть в том, что в замечательном рок-клубе, организованном на улице Рубинштейна первым секретарем Ленинградского обкома Романовым и замначальника тогдашнего УКГБ Калугиным, впоследствии крупным борцом за свободу, что в этих условиях аквариум вел себя порою не слишком хорошо, но это все-таки не сравнить со штатной работой. Ну, у меня, опять же, есть моя собственная точка зрения, которая большинством людей, пишущих сейчас воспоминания о рок-музыке, не одобряется. Я думаю, что в Ленинградском рок-клубе были опробованы все те методики, которые впоследствии дали то, что называется попсав в наихудших ее проявлениях. То есть, песня ни о чем в качестве идеала молодежной музыки. Я же всегда в этих песнях ни о чем находил, как какие-то вот фигу в кармане. Я всегда находил какие-то, как мне казалось, вызовы системы. Потом, общаясь с авторами, с удивлением, выяснилось, нифига этого не имелось в виду, что это моя собственная трактовка. Но при желании любую песню можно было тогда, если она не была издана в фирме «Мелодия», найти в ней какой-то подтекст диссидентский. Я говорю сейчас не о диссидентстве, а вообще не о политике. С моей точки зрения, рок здесь… Нет-нет-нет-нет. Рок вообще не был политическим явлением. Это просто не надо путать политическое и социальное. Социальное – это просто честное отражение того, что происходит вокруг, что вижу, о том и пою. Поэтому, например, Миша Наоменко был вполне социальным поэтом и певцом. При этом у него нет ни одной политической песни в репертуаре. Скажем, у Бори Габинщикова есть несколько песен, которые можно считать политическими. Но политическим певцом он тоже не был, как и Башилачев. Сейчас я попробую сказать вот такую самую важную принципиальную вещь. Вот мне никогда не казалось, а потом уже задним числом в процессе спокойных размышлений не стало казаться совсем, что рок-музыка наша, вот та, которой я занимался, а возможно и та, которой я не занимался за речкой, что это какой-то музыкальный стиль, молодежный досуг, признак поколения, еще что-нибудь в этом роде. Я полагаю, что это сначала вот в первой книжке написал жанр, потом во второй уже написал вид искусства, в котором на свежей технологической основе оказалась реанимирована очень глубокая архаика из тех времен, когда не только жанры и виды искусства еще толком не разделились, там, скажем, литература в виде поэзии от музыки и от театра. Но и, собственно, искусство не отделилось от религии и общественной жизни в широком понимании, от политики, но так, как ее понимали древние греки. Все это находилось в синкретическом единстве. Прямой, самый близкий аналог – это шаман. И умные рок-музыканты эту аналогию понимали. И Боря, и Моррисон там это понимал. Они эмпенически это вычислили или осознанно пришли к этому шаману? Я не могу, конечно, у Боря переспросить, он когда писал песню «Я тоже шаману» другой. У Джим Моррисона никто не может сказать, а Боря наврет, скорее всего. Не скажет что-нибудь такое заумно сложное, что можно трактовать в любую сторону. Или, кстати говоря, другой аналог – ранние библейские пророки, то есть дописьменные. Ого. Скажите, а вы когда тусили, скажем так, вы вот эти все… вы это так воспринимали, анализировали, как вы сейчас это анализируете? Или это просто вот ваше молодость? Или были ближе к народу. Синкретическое искусство. Это же не была тусовка. Это была очень специфическая только когда вы ходили на концерты, когда вы были во всем этом, во всей этой движухе, скажем так. Организованная культурная среда. Вот движуха точнее, да. Слово «движение» употреблялось в тогдашнем самоиздате. Слово «тусовка» вообще не употреблялось, и у Юры Шевчука была очень злая песня «Тусовщик», прямо совсем обидная. То есть из неё было ясно, что этим словом можно обозвать. Но нельзя похвалить. Сейчас наоборот вроде. Это год какой-то, по-моему, 86-85. И в этой культурной среде были перемешаны очень разные люди. От рабочих, таких настоящих, пролетариев. То есть вы разные, вы имеете в виду социально разные. Социально разные. До людей, которые собирали атомные бомбы, и именно за счёт этого по их месту работы можно было устраивать те концерты, куда боялось соваться к КГБ. То есть им можно было... Кого вы имеете в виду? Мефизи, Линоград, Жуковский. А кто из музыкантов в этих местах? Так нет, просто я имею в виду как базы, как концертные базы. Наши концертные базы, это были в основном ящики. Это надо сейчас, наверное, объяснять, да? Почтовый ящик. Почтовый ящик – это закрытое учреждение военного профиля. Туда КГБ со стороны, тем более АБХС. Вообще АБХС – это то, что называется сейчас АБЭП. Да? Да, экономический. Экономический отдел полиции. Просто не могло зайти, надо было получать разрешение у местных спецслужб. Там первые отделы были, там были свои... Естественно. И поэтому, например, клуб, из которого в значительной степени пошла московская концертная индустрия подпольных концертов «Рокуэлкент», он размещался при МИФИ и целых два года безобразничал совершенно чудовищным образом. И его не трогали. Пока не дошло до ректора, и ректор сказал, ребята, ну, всё, хватит меня подставливать. А что всё-таки объединяло таких разных людей, как вы говорите? Ну, фольклорное в своей основе движение, да. Ну, то есть музыка. Не политическая составная, не вот это бунтарство, не желание как-то противоставить себя системе, а просто тупо, чисто, как-то говорится. Классные песни. Бунтарства же там не было как такового. Ну, вот мы берём... Ну, я не понял, что было. Ну, слава богу, осталась даже видеозапись, хоть клочьями, но осталась. Вот тот знаменитый концерт, из-за которого Гребенщикова, что-то мы его всё время упоминаем, ему, наверное, и кается в Израиле, а из-за которого... А он сейчас в Израиле, или он вообще в Израиле? Нет, 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 не вообще, нет, насколько я знаю, он туда приезжал, да. Вот, что такого происходило на сцене в Тбилиси в 80-м году, из-за чего на Гребенщикова написали огромную телегу, его выгнали с работы из комсомола, и вообще он после этого мог работать только дворником. Он же не добровольно. Это, там, дворников и сторожей поколения. Откуда оно взяло? Они добровольно, что ли, туда пошли? Он с удовольствием бы дальше работал, у него прекрасное образование, один из первых вообще в нашей стране компьютерщиков, в хорошем институте работал. Что ему еще надо? Университет закончил. Его же погнали отовсюду. Что они там такого сделали? Что они Брежнева назвали земляным червяком? Да ничего там страшного не было. То есть люди просто вели себя на сцене не так, как положено вести молодому чиновнику на заседании в префектуре. Тогда в райкоме. Ну тогда в райкоме, да. Ну я употреблялся. Они реально двигались, там, не знаю, гитару, может, не разбивали, потому что не было материальных ресурсов. Но зажигали, как это принято говорить. Вы тогда себя ощущали все единомышленниками, все люди, которые занимались организацией концертов, как вы, те, кто выступали на сцене. То есть вот было ощущение, что мы вместе, ну как вот у Кенчева, что вот мы вместе. Было ощущение просто сотрудничества. Было ощущение кооперации, напоминавшая не столько шоу-бизнес, сколько слеты КСП. Когда каждый вносит что-то свое, что он может внести. Кто-то магнитофон, кто-то просто деньги на обеспечение приезда музыкантов. Ну вот, кто-то организационные усилия. Кто-то книгу Альбрехтов, в которой написано, как вести себя на допросе, если что. Ничего себе! А как вести себя на допросе? Ну, существовало такое пособие, мы его тиражировали. Благодаря этому пособию, насколько я понимаю, сели не все члены группы «Воскресенье». А вам удалось эту теорию, которая описана в книге, в практику как-то привести? А это все время применялось на практике, естественно. И это работает. Ну, когда у человека мозги работают, тогда надо сказать, что советская власть все-таки более или менее соблюдала свои законы. То есть тогда по юридическим правилам можно играть. Конечно, если взять ситуацию при Сталине или как стало, например, в 90-е годы, когда человеку просто бьют по голове до тех пор, пока он не подпишет все, что угодно, что он марсианский шпион. Наверное, эта система не работала бы, да? Но это была система определенных юридических знаний, которые позволяли выйти из кабинета на своих ногах. И многое выходило. Ну, вот вы когда занимались, предупредили к изданию нелегального издания УХА, вы, допустим, рассматривали для себя такую опцию, как тюремное заключение? Или вообще как это репрессия? Или вы понимали, что уже этот поезд ушел, и уже такого рода деятельностью можно заниматься, опасаясь разве только вот каких-то репрессивных мер комсомольского характера, исключение там из комсомола и отхода в нишу поколения дворников? Нет, там меры все-таки были достаточно серьезные, боже мой. Какие? Ну, вас могли бы посадить, по вашим ощущениям, тогда? Ну, посадили бы, если бы я хоть какую-нибудь операцию произвел в присутствии двух свидетелей, например, чьи показания совпали бы. Я просто этого не делал. То есть, юридическая составная соблюдалась? То есть, вот законность, она... Конечно, конечно, конечно. Ну, так люди же реально сидели. Сидел трудный изов, сидел... За издание вот такого рода литературы? Нет, за издание... Там все-таки была экономическая составляющая, там были деньги. Там была, как это называлось, незаконная трудовая деятельность или что-то такое. То есть, в общем, извлечение прибыли в обход установленных правил. Ну, это называлось частное предпринимательство. Да, да. Я как раз по этому делу проходил очень смешным образом. По Романовскому делу? Да. Один день я был привлечен, все остальное время числился свидетелем. За этот день всю группу моего вуза, где я обучался, уже заканчивал на пятом курсе, в один день всех вызвали на допрос. Не приглашал ли я их на подпольные концерты. Смешно. Ну, вот. Не приглашали? Нет, конечно. Не сдались. Илья, я, значит, недавно тут смотрела, есть такой Юрий Дудь, вы знаете наверняка. Знаете Юрия Дудь? Это такой журналист, он журналист, он очень популярный блогер, он делает всякие интервью, снимает документальные фильмы, и сейчас он зарабатывает кучу миллиарда просмотров, лайков и так далее. Юрий Дудь недавно выпустил фильм, вы не смотрели, про МТВ, да, про МТВ, вот про русское МТВ, про как это все было и так далее. И он, в частности, задает своим гостям вопросы, а там у него биджей, ведущий МТВ, Борис Зосимов и так далее, в общем, там Таня Геваркиан, все, вот шелест и так далее. И он задает им такой вопрос, мне показалось, он очень интересный. Он говорит, вы знаете, вот в эпоху нашего детства, юности, МТВ, это был вот такой вот глоток свободы, и чувствовалось, что люди хотят по ту сторону экрана как-то вот эту свободу внушить нам, скажем так, вот эти ростки. И он спрашивает Зосимова, в частности, как вы думаете, вот эти вот ростки свободы, они проросли в нашем поколении, как вы думаете? И разные люди отвечают по-разному, это очень интересно. А как вы думаете, вот ростки свободы, которые вы сеяли в то время, если у вас была такая цель или какое-то такое ощущение, они проросли в вашем поколении? Применяя к себе, могу с грустью ответить однозначно, что нет. Почему? Что мы тогда смотрели свысока на пожилых чиновников, и не пожилых тоже, как на людей зажатых, закомплексованных, со штампованным мышлением, попросту трусливых, то ли дело мы, вольные альбатросы в свободном парении мысли, как писал Костя Звездочетов. Оказалось, к сожалению, что вот люди еще не дошли до пенсии, воспитанники вот этой вот культуры нашей свободной, причем не только те, кто пел. К тем, кто пел, просто больше претензий, потому что они на виду. И оказалось, что они еще более заштампованные, трусливые, несамостоятельные, чем те, на кого мы смотрели свысока. Но если, скажем, например, у моего дедушки, с которым я тогда страшно не соглашался в начале 80-х годов, было хотя бы то несомненное достоинство, что он воевал, и, в общем-то, мы все благодаря этому были живы, то вот у поколения нашего таких оправданий нет. А смотреть, во что это все превратилось, ну, скучно и грустно, и некому лапу подать. У вас такая смешная Википедия, вот там есть, например, такая фраза, что вы соблюдали лозунг против консервативных взглядов, против крепкой патриархальной семьи, моногамии и прочего фуфла. А сейчас я, значит, захожу на ваш Фейсбук, и у вас там публикации с сайта «Русская идея», сайт консервативной политической мысли. Скажите, как этот путь проходится? За текст в Википедии я не отвечаю вообще ни разу. Ну, там же вы процитированы, насколько я понимаю, Софья какую-то привела цитату из вас в Википедии. Правильно. Это не википедики написали? Это не википедики написали, но там, кстати, очень много... А вас процитировали? Там очень много... Я уже туда не лезу, я пытался пару раз что-то исправить, но я стараюсь просто только, чтобы ссылки были правильные. Вот. Там, честное слово, там написано очень много билиберды, я не знаю, кто это пишет, и ничего с этим поделать не могу. Но речь там идёт вот об этом вот анархистском клубе, который мы создали, извиняюсь, в 16-летнем возрасте. Вот. И, ну, да, с 16-ти лет иногда у людей взгляды в чём-то меняются. Ну, во всяком случае, по форме выражения. А музыкальные пристрастия у вас не изменились? Сейчас я бы так писать не стал бы. Вот ту музыку, вот ту, которую слушали в 16 лет, вы сейчас можете употреблять? Слушать тех же исполнителей, так скажем? Иногда да, хотя в 16 лет это были, конечно, в основном западные исполнители. С некоторым вкраплением, между прочим, советской эстрады. Я с удивлением всегда отмечал, что в 70-е годы даже... Качественные, да? Да, да, ещё, что такая была инерция, вот, Утёсова, Шульженко, мощная, да. Ну, всё время, ну, господи, тот же Тухманов, например, по волне моей памяти. Все слушали эту пластинку. На аквариум вы слушали? Аквариум в 16 лет я слушать не мог, просто по понятным временным причинам, потому что это была середина 70-х, нет, нет, Гребенщиков и компания считали, что они уже существовали, но об этом больше никто не знал. А вы ходите на концерты сейчас? Если ходите, то что вам нравится? Нет, практически не хожу, и... За музыкой следите, а современной, за российской? Нет, абсолютно. То есть, последний человек, скажем так, последний человек, который на меня произвёл впечатление с момента смерти Яны Дягилевой, и которого я мог бы отнести к року в том смысле, какой мы в это вкладывали в 81-м году, это был Растеряев. И то вот несколько песен. Растеряев – это скорее фолк-рок, если уж... А Башлачёв – это что? Башлачёв – это вообще бард. Да, хорошо. А Витя, значит, Сой с рыбой, которые из девяти концертов в Москве, проходивших вот в моём присутствии при некотором участии, из них восемь было в чистой акустике, и один принесли дискотечную колонку, и какую-то из гитар туда включили. Это что было? Виктор Роберт Ильич вообще, я считаю, был посланником космоса. Вот может быть. Он немножко... Это отдельная вообще категория, я бы не стал его через запятую перечислять с достойными его соратниками по рок-кубу. А вы сейчас с кем-нибудь из музыкантов общаетесь? Ну, время от времени... С кем? Разговариваю, да. Ну, с Рыженко, с Кинчевым. Ну, как ваши ощущения? Они сильно изменились? Там произошли какие-то метаморфозы личностного характера? Ну, конечно. А что же тут ощущения? Ну, допустим, если Кинчева взять, то... Давайте возьмём Кинчеву. Тут изменения-то налицо. Какого рода? Ну, мировоззренческого. Он стал православным. Так же, как с Петей Мамоновым, да. Петя Мамонов тоже православный у нас? Конечно, да. А как же? Не знаю. Я плохо разбираюсь в этом. У меня всё проходит по... Знаете, по верю-не верю. Вот Мамонову не верят. Правда? Угу. Вот. А вы верите? Странно как-то. Я с ним был в таких ужасных отношениях, а потом я на него смотрю, и так как-то на душе стало даже тепло. Угу. Я вообще не верил, что он как-то, наверное, нехорошо так говорить, что он вообще сколько-то проживёт ещё. Угу. По тому образу жизни, который он вёл, вот, работа этим. Это вера дала. Вера спасла его и Костю, конечно. Костю дам. Костю дам. А с Петей абсолютно то же самое. Он просто бы погиб. Ну, а вот то, что сейчас очень материальный аспект значим для этих музыкантов, ну, ездить на хороших машинах, пить хорошие напитки, детей обучать в хороших учебных заведениях, вас это не раздражает? Вы не считаете это предательством? Вот некого вот этого рок-драйва, когда всё пофигу, там, 10 кубов в вену, вышел на сцену и помер. Ну, а как можно предать то, чего больше нет? Ну, ну... А было? Вот я... Может, вот ничего больше нет? Могу ли я предать, например, Римскую империю? Ну, довольно трудно было. Вы не были участником строительства... Событий. ...и Римской империи, даже геодоков. А здесь вы принимали какое-то непосредственное участие в промотировании отдельных коллективов людей. Вы не считаете, что... Есть ли у вас ощущение, что некоторые из этих людей предали идеалы, скажем так, вот, с пафосом? Ну, не хотелось бы именно этого пафоса употреблять, потому что это история уже. Это закрытая страница истории. Когда мы начинаем к истории относиться с пафосом, то мы ее невольно начинаем перевирать. Надо уже к истории относиться, ну, вот, спокойно, так как... Вот был Борис Годунов, например. Ну, давайте спокойно поговорим. Что в нем было хорошего, что плохого. Мы начали разговор как раз с вашей работой «Либерастия». Кому-нибудь из музыкантов термин «Либераст» применим? Из тех, кого мы упоминали, как вы считаете? Как автор этого термина? Я стараюсь публично не осуждать людей, с которыми я публично не ссорился. То есть, может быть, это не был неправильный поступок. Я же не говорю о том, что осуждать кого-то. То есть, вы считаете, что там уничтожительный смысл заложен в этом терминах изначально? Что если назвать кого-то «Либерастом», это уже будет... Ну, а как же можно еще... Я не знаю. Я у вас как автор спрашиваю. Я долго думал. Я пытался найти какое-то слово. Тут несколько было мотивов. Один компьютерно продвинутый. Мне хотелось найти такое слово, которое будет в поисковиках легко выскакивать. То есть, если дать название книге «Ученая», то оно и будет проскакивать через поисковики. А так, чтобы вот в одном слове зафиксировать нечто, выбивающееся из ряда, вот, ну, кажется, удалось. То есть, вы прямо талантливый СММщик, скажем так. Вы создали такое слово, которое, да, по поиску в интернете... Ну, СММщики, они на этом специализируются. Придумывают так, чтобы при поиске нужная информация всплывала первой. Не зная... Вы предвосхитили. Этой профессии. Я ее, наверное, предвосхитил. А что касается вот самого обидного характера этого слова, ну, вот, жизнь меняется. По привычке некоторые проявления называют либерализмом. Мне это жутко не нравится, потому что... И чем дальше, тем больше, потому что, ну, какие-то серьезные, хорошие люди, основатели этого движения за человеческую свободу, которые были в Европе какой-нибудь, Джон Лильберн, например, они ворочаются в гробу, когда каких-то жутких вообще типажей называют тем же самым словом. Ну, Лильберн бы пристрелил все-таки. Он был, хотя и верующий, но офицер. Но офицер. Ну, кое-кого, может быть, из деятелей культурки пристрелил бы. Кое-кого из деятелей образования. Вески массово, потому что то, что они делают, это, конечно, ужасно. Я музыкальный аспект имею в виду. Если мы сейчас не про политику говорим, а про вот сочетание нот и слов. У нас такое явление сейчас есть, как Гуцериевщина, когда вот пишут... Это банкир, как я понимаю, да? Да, да, который пишет эти тексты. И много очень, как бы, интересных музыкантов исполняют музыку на эти, с позволения сказать, тексты. Ну, они знают, где масло, где хлеб. Опять же, цитируем все того же классика. Да. Вот про процитированный классик. У вас две книжки были названы, как песни героев этих книжек. «Время колокольчиков» – это Башлачев, «Прекрасный дилетант», это Гребенщиков. А третья книга, вот от кого вы услышали это слово «либерастия» или это просто вот новодел, то есть вы это слово придумали? Просто сам придумал. Я повторяю, что тут было два желания. Во-первых, придумать слово, которое бы находилось легко в поисковике. И, во-вторых, как-то отделить вот настоящий либерализм классический от того, что этим словом стали называть. И меня периодически переспрашивали, в чем он, собственно, отличается, вот либерал от либераста. Да, в чем уже пояснилось? Ну, я вот, например, вот такой вот маркер, такой маркер придумал, что нормальный либерал, услышав, что где-то бродячие собаки разорвали на части ребенка, думает о том, как защитить детей, переживает за детей. Либераста организует кампанию за права бродячих собак. Жестоко. Вот разница, и она принципиальная. Потому что вот первый вариант поведения, он объединяет либералы с любым другим нормальным человеком. Также должен себя вести нормальный коммунист, нормальный консерватор, нормальный буддист, кто угодно. Вот второе поведение, оно находится вообще за рамками человеческого. Что и заставляет с ужасом смотреть на происходящее сейчас по западную сторону нашей границы. Не потому, что это какая-то тысячепервая вариация распри между странами и народами, которые были всегда со времен, когда кроманьонцы пришли и начали вытеснять неандертальцев. Но именно потому, что это вот второй раз за столетие после Адольфа Алоизовича появляется сила, которая первая отчетливо претендует на мировое господство, не оставляющее никому ни малейшего права ни на какую самостоятельность. И второе, что эта сила одновременно освобождает человека от самых элементарных норм морали и разума. И что делать? А тут выбора никакого нет. То есть, выбор всегда есть? Нет, эта сила, она никогда не оставляет выбора на самом деле. Ну, можно подождать, там, умри ты первый, я следующий. Но все равно это придет. Это остановится там, где это будет остановлено. Так же точно, как с Гитлером было. — Илья, в ваш спектр интересов входит театр, помимо прочего. Скажите, есть ли сейчас либерастия в русском театре, предоцветает она или напротив, ваше мнение? — Можно по-другому сформулировать? Есть ли в нашем современном театре зоны свободные от либерастии? — Есть, конечно. Я только что смотрел потрясающий спектакль, вот такой человек Сергей Федотов есть в Перми. Человек совершенно героический. Вот когда там устраивали эту культурную революцию московские приезжанцы за счет местного бюджета губернатора Черкунова. Вот он был один из тех, кто вот насмерть стоял. А в провинции противоречить губернатору – это совсем не то, что в Москве фронтировать. Я смотрел потрясающе последний, они показали очень интересный спектакль, казалось бы, классическая драма Васа Железнова. Ну, никакого осовременивания и при этом чрезвычайно неожиданный взгляд на коллизию человеческую и социальную, которая заложена. — Вы считаете, что дело Гоголь-центр – это политическое дело или это просто уголовка? В меня будут кидать опять со всех сторон разными… — Субстанциями. — Да, субстанциями. — Я думаю, что дело это политическое, и лучше бы оно таковым и оставалось. То есть, с моей точки зрения, ни из Серебренникова, ни из его директора Малобродского не нужно делать мучеников. И вообще не нужно переводить в уголовный контекст тот факт, что люди оказались причастны к государственной культурной политике. То есть, София Апфельбаум не могла, получив прямое постановление правительства, сказать, пошел вон противный, не буду я давать деньги Серебренникову. — Я этих людей не люблю. Ну, то есть, кого-то я из них совсем не знаю, Софию я не знаю. И, исходя из того, что она работала потом в рамке и нормально работала, я думаю, что она просто нормальный чиновник. То есть, она исполняет поручения. Вот ей приказано, она делает. Малобродского я немножко знаю. Он мне крайне не симпатичен по тому, как он разговаривал с людьми, как он себя вел, когда устраивали вот этот захват несчастного этого театра Гоколя, разгоняли там актеров. Вот Капковщина вот эта вот вся, когда там происходило. Капков, поясняю, тогда он был начальником департамента культуры Москвы. — Женихом Ксении Собченко. — Ну, это... Может быть, это самое лучшее еще, что есть в его личности. — То есть, вы считаете, что вокруг этого театра это просто протестание каких-то кривлевских групп? — Нет, 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 нет. Я считаю, что сейчас лучшим решением этого дела было бы вот этих всех просто помиловать тем или иным способом, но раз и навсегда прекратить госфинансирование подобного рода суррогатов художественного творчества. Просто вот записать в основах законодательства о культуре и далее не грешить самому государству. — Ну, хорошо, такой подход, а ведь здесь... Я просто по ассоциации с фамилией Серебренникова сразу вспомнил Серебрякового актера. Здесь ведь раздаются голоса, допустим, что вот артист высказывается непатриотично, условно говоря. Зачем мы из госбюджета будем этого артиста поощрять и будем финансировать его проект? Как вы к такой позиции относитесь? Что человек хороший, талантливый актер, режиссер, неважно. Но там называет воссоединение с Крымом аннексией, перечисляет деньги на АТО, ну и говорит, что там, не знаю, Захару Прилепину надо его пиздливую башку... — Да, или коллекционирует детскую порнографию. — Например, да. — Хорошо. — Вот надо отделять вот это, то, что человек делает в искусстве, и его гражданскую позицию. Или вы считаете, что эти вещи отделять нельзя? — Надо ли отделять отвратительные проявления человека в личной жизни? — Да. — Допустим, да. — От его профессии. — Да. — Но здесь, по-моему, все-таки вот немножко разные линии. Вот есть линия государственного запрета, которым на опыте советской власти не нужно ни в коем случае злоупотреблять. Вот почему вот то, что я сейчас говорю про Серебряника. Я бы их отпустил со словами Христа. Иди и впредь не греши. Все. Но дальше никто из подобных людей не получит ни копейки за счет здравоохранения и образования. Задницы будут показывать только за собственный счет. И уверяю вас, что как только это будет сделано именно так, подобного рода искусство естественным образом отомрет в честной конкуренции с нормальным стриптизом. — Понятно. У нас совсем немножко времени осталось. — Четыре минуты. — Да. Можно услышать ваши комментарии по поводу назначения Сергея Женовача на пост художественного руководителя МХТ? — Я отношусь с огромным уважением, не будучи, опять же, специалистом и мэтром в этой области. Но разделяю позицию в данном случае профессионального сообщества. Это, конечно, выдающийся режиссер. Театр, человек, который сумел создать собственный театр, причем именно на частной основе, когда, заметьте, парадокс, болтовню о капитализме, о том, что мы избавимся от государственного диктата, пхай-пхай. У нас только в Москве государственных театров стало в три раза больше, а частных практически нет. Так вот, он создал театр, и этот театр был частным до самого недавнего времени. Сейчас вот они перешли под федеральный бюджет. Но не знаю, насколько ему хватит сил противостоять вот всему тому кублу, которая крутилась вокруг Табакова, уже пожилого, под знаменами Богомолова-Серебренникова. Вот этот весь пост драматический тянул. Что мы будем говорить? Вы знаете, мы про рок говорили, как совершенно не упомянули человека, который, я считаю, очень значимой фигурой в отечественной рок-культуре, в Александре Борисовиче Градском. Вы можете что-то сказать о нем? Кто такой и что такой Градский? Замечательная формулировка была у Марины Тимашевой, а заглавила интервью с ним, по-моему, еще тогда, в какие-то мохнатые-мохнатые древние годы. Вот, моноличность. Хорошо, да? Вот это вот человек-одиночка, который предвосхитил очень много, еще вообще в начале 70-х. Но именно в силу того, что вот он был так одинок, к нему почему-то очень много дурного отношения. Я понимаю, почему, по его характеру, что он может что-то сказать, но просто в моей жизни была пара эпизодов, когда я был потрясен мужеством этого человека. Скажите, у нас есть две минуты. Ну, большая облава на несостоявшемся концерте, когда все боялись ехать, потому что там было оцеплено все это ментами. Было ясно, что человек, который туда приедет, то есть он вряд ли ограничится просто одним разговором. Это было в декабре 83-го года, самое страшное время после смерти Брежнева, при Андропове началось. Вот Градский был единственный человек, который туда приехал. Он, в общем-то, нас спас организаторов, потому что если бы концерт просто отменили, там бы начались беспорядки, тогда они бы уже по другой статье какой-нибудь возбудили. Это был такой здоровенный ДК в Сокольниках, вот. Ну, удивительное, конечно, поведение, поступок удивительный. Потом я смотрел, как он себя вел, это уже, конечно, мелочь, ну, на каком-то заседании комсомольском, в кафе Метелица, по-моему, обсуждали перспективы рок-музыки. Ну, это был действительно, ну, свободный, смелый человек, вот он говорил то, что думал, а остальные там все как-то калькулировали. Вот как бы мне управление культурой не обидеть, ну, вся рок-лаборатория это так называемая. А кто там был в рок-лаборатории, я просто не... Ну, все звуки му, все, ну, вот все там были ансамбли, я не помню, сейчас не могу называть конкретных фамилий, потому что вдруг этот человек тогда болел гриппом, именно не присутствовал. Ну, они должны были по конъюнктуре там присутствовать. То есть мы все-таки делаем вывод, что, вот слов тусовка не любите, но в советской рок-тусовке были очень достойные персонажи, которыми можно было и нужно было восхищаться. Так много было таких персонажей, Майк Науменко был замечательный человек, просто тоже смелый человек. Когда этот рок-клуб организовался, он нам единственный сказал честно, не пишите туда больше ничего запросов на концерты, забудьте этот адрес. И объяснил, почему. А то мы все удивлялись, почему мы посылаем запрос в Ленинград, а оттуда все АБХС приезжает, нам на точку. Ну что ж, большое спасибо вам за беседу, мне было очень интересно. Желаю, чтобы книжка, с которой мы начали разговор, не стала финальной в вашей библиографии. Желаю вам многих книг и многих уступлений. Спасибо. Спасибо, постараюсь. Была программа «Мимонот», ее ввели Софья Корзова, я Евгений Додли, в гостях у нас был Илья Смирнов. До свидания. До свидания, спасибо. О, как вышло. Субтитры подогнал «Симон»